Всем привет, с вами Дэн и у нас супер редчайший бренд, американский микробренд, который называется Carpenter, основал его Nail Carpenter, как нетрудно догадаться, дизайнер из Нью-Йорка и бренд появился в 2015 году и вроде бы даже вот на сайте заявляется, что у них есть два магазина в Нью-Йорке, но часы распродаются быстро, как у очень многих микробрендов, особенно американских, рынок огромный, все хотят часы так сказать, с американской душой и давайте смотреть, чего у нас в этой коробочке, коробочка просто нереально огромная, ну модель уже бу, поэтому если какие-то и будут там царапинки и все остальное, конечно не удивляйтесь, ну в общем такая приятная карточка и видно, что лично подписана товарищем Carpenter, да, прикольно, люблю когда собственники, особенно в микробрендах, знаете, а чего это собственно стоит там? несколько сотен часов выпускаешь, можно от руки написать, мелочь, а приятно, так, и тут у нас коробка в коробке и вот здесь уже прям хорошо, прям хорошо, деревянная, деревянная, приятный такой пенальчик, раньше, кстати, подобные пеналы были, ну они по-другому немножко выглядели у Nomos'а, хорошо, так, открываем, и вот она модель, а еще здесь тоже деревянная, такой вот, ух ты, приятно-то как, а, хорошо, здесь целый комплект можно открутить и получить разное, чё, 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 нет, ну видимо, наверное, что-то было еще, ну в общем, не могу точно сказать, но штукенция выглядит прям максимально дорого, брендированная, это здорово, ну, когда дизайнер подходит к оформлению, он, как правило, старается сделать все, и упаковочку, да, и вот какие-то такие маленькие няшечки, но самое главное это часы, здесь модель называется M1B Brooklyn Field, лимитка 250 штук всего, внутри стоит, ну, многие, конечно, расстроятся, да, но тем не менее, Miota 821A, такой недорогой японский калибр, ну, с другой стороны, что называется, рабочая лошадка, а что нам еще от нее нужно? Водозащита 50 метров тоже, не бог весть какая, сталь 316L, сапфировое стекло сверху, оно здесь такое купольное, сапфировое стекло снизу, суперлюминовое C3 здесь есть и кожаный ремешок в комплекте. Новыми они продавались за 595 долларов, ну, здесь не удивляйтесь, американские микробренды всегда очень дорогие по понятным причинам, а БУ на eBay такие часы можно отыскать, ну, если получится, где-то примерно за 300 долларов. Спасибо Евгению из нашего чата, который уже не первые часы мне эти дал, это он себе модель покупал, ну, а я вам ее покажу. Так, ну, циферблат здесь такой кремовый, максимально все сдержанное, и что касается дизайна, то часы, ну, называются как филдвотч, полевые, и просится здесь, наверное, такая американская классика, и знаете, вот от американской классики здесь явно, явно вот такие вот ушечки, ушки, которые выглядят как будто бы они вот как раньше припаивали ушки к карманным часам, к корпусам, и уже потом надевали на запястье, ну, это как раз вот появились первые, собственно, такие полевые часы, траншейные часы, и здесь это есть, и корпус в целом тоже очень хорошо вот напоминает как раз карманные часы, он достаточно пухлый, достаточно такой высокий, и я думаю, что это сделано специально, потому что, ну, понятно, можно было сделать тоньше, и вот такие ушки как будто бы они единое целое, проволочное, да, припаянное, ну, понятно, здесь уже это у нас совершенно современная конструкция, и ремешки, ну, насколько я, по крайней мере, понимаю, заменять здесь можно, ну, а иначе, иначе, как, собственно, с этим жить, да, иначе только натовские ремешки, нет, здесь можно менять, конечно, и к таким часам много чего интересного подойдет, но мне кажется, вот этот базовый ремешок, а здесь он брендированный, да, базовый ремень, мне кажется, он очень даже неплохо к этой модели подходит, хорошо сочетается именно с кремовым циферблатом, очень сдержанно, очень строго, и если я вот, когда я смотрел, наверное, первый раз на модели, на большинство моделей от Carpenter, мне сразу показалось, что, да, здесь есть немножко вот такого американского, и от Military здесь, конечно же, дополнительная разметка, но, правда, разметки 24 часа нет, но очень хорошо эти часы, конечно, перекликаются с немецким Bauhaus, то есть здесь максимально все просто, лаконично, и да, здесь, я бы сказал, такое вот смешение, наверное, Bauhaus и американской Military Classic, ну, или таких вот стилизаций под карманные часы с проволочными ушками, хотя здесь ушки достаточно такие широкие, я бы не сказал, что эти часы маленькие, они хотя формально, формально, не такие большие, 40 миллиметров заявлено, ну, давайте посмотрим, тут даже 41, смотря как измерять, конечно, ну, я намерил вот 41, на сайте заявляется 40, но корпус, он в серединной части шире, чем в верхней части, и нижняя часть тоже немножко сужается, поэтому, ну, здесь вопрос, опять же, как измерять, стекло выпуклое 14,2 по высоте получается, по корпусу, конечно, корпус не маленький, далеко не маленький, ну, и по ремешку, по ремешку здесь 20, ну, а от ушка до ушка 49, то есть, несмотря на то, что они выглядят, может быть, меньше, да, вот когда в руках их держишь, но на запястье это не самые маленькие часы, потому что ушки длинные, корпус такой относительно высокий, в общем, средняя модель в плане размеров, но она максимально универсальная, как мне кажется, и хорошо, наверное, то есть, это не прям истинно полевые часы, и их можно надевать, ну, по сути дела, подо что угодно, особенно если вас этот дизайн, как бы, перекликается с вашей стилистикой одежды. В общем, здорово, в общем, здорово, очень даже интересно проработано, и понятно, что, ну, такие часы найти, ну, почти нигде нельзя, особенно сейчас это нужно обязательно заказывать из США в основном. Окошко даты тут, может быть, немножко вот эту гармонию, да, гармонию Боухаус и нарушает, и оно, ну, как мне кажется, немножко маловато, можно было его покрупнее сделать. С другой стороны, я думаю, что они хотели, чтобы окошко даты как-то соотносилось с цифрами, и которые здесь есть часовые метки, наверное, поэтому сделали его немножко таким маленьким. Ну, 31, да, тут еле-еле влезает в окошко, но при этом оно достаточно аккуратное, с обрамлением, потом посмотрим на макро более детально. Заводная головка с логотипом здесь, задняя крышка максимально простая, хотелось бы здесь, наверное, какую-то интересную гравировочку, потому что, ну, смотреть на базовую Miota, это, в общем, ну, в общем, такое себе, да, тем более все-таки не самые, не самые дешевые часы. Что касается веса, то, мне кажется, они не самые легкие будут. 78 грамм, ну, это учитывая то, что часы на ремне. Ну, в принципе, окей, как я говорил, все-таки корпус такой немножко пузатенький. Карпентер здесь брендированная застежка и очень необычная, очень красивая, такая, знаете, классическая, как ремень поясной. Опять же, конечно, вот часы называются Field Watch, да, полевые, но они полностью с зеркальной полировкой, и это, конечно, опять же, скорее больше в сторону Bauhaus, нежели полевых часов, потому что, ну, полностью зеркальная, это для полевых-то никуда не годится. Печать аккуратная, печать аккуратная, здесь все просто, максимально лаконично и аккуратные стрелочки, хорошие, длинные и хорошо читаются. Ну, и вот окошко, да, как я вам говорил, такое вот с обрамленицем. Ну, и что хочу сказать по итогам? Давайте все-таки скажу, что для меня это такой больше, скорее, американский Bauhaus. Очень прикольные, интересные часы с интересным корпусом, с приятным качеством исполнения. Да, я знаю, что сейчас многие напишут, 600 баксов, да за эти деньги, да надо брать Tissot, Hamilton, ну и далее по списку. Но, опять же, не все хотят часы, которые есть в доступности у каждого, да, которые, может, многим набили уже оскомину, а многие любят микробренды именно за то, что они дают чего-то уникальное, чего трудно купить, трудно достать, не у каждого на запястье, и, собственно, есть о чем поговорить. Но не будете же вы говорить, например, об очередных Хаммитах, которые есть, ну, почти у всех. А вот поговорить про Carpenter, да, это уже другое дело. Пишите ваше мнение, на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok